Одним из актуальных вопросов деятельности прокуратуры по-прежнему остается надзор за безопасностью дорожного движения. Необходимо отметить, что данный надзор осуществляется, конечно, в основном в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, но также надзор осуществляется и прокуратурой в рамках своих полномочий. Если взять общие цифры, то за пять месяцев 2016 года на территории города Сланца и Сланцевского района зарегистрировано 96 ДТП. В результате данного ДТП погибло два человека и пострадало 10 человек, в том числе один несовершеннолетний ребенок, который ехал в машине в качестве пассажира. Вроде цифры небольшие, 2-10, но все мы прекрасно понимаем, что это жизнь людей, это трагедия для тех семей, которые в результате ДТП потеряли своих родственников. По итогам пяти месяцев 2016 года по вине водителей, вот из 9-6 ДТП, по вине водителей произошли 95, то есть одно ДТП произошло по вине пешехода. При этом из 95 ДТП, которые произошли по вине водителей, по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло только два дорожно-транспортных происшествия. То есть фактически 98% ДТП происходит по вине трезвых водителей. Если взять нарушения, которые наиболее часто приводят к дорожно-транспортным происшествиям, это, как всегда, остается превышение скорости, это несоблюдение правил дорожного движения при езде задним ходом и несоблюдение порядка проезда перекрестков. Не так давно в нашем городе произошел случай, когда женщина, выходя с работы, села за руль своей автомашины, посмотрела в зеркало заднего вида, никого не увидела и стала отъезжать назад. К сожалению, она не заметила пожилую женщину, которая медленно передвигалась по дороге, как раз пересекая траекторию движения автомобиля. В результате наезда на пешехода пожилая женщина получила перелом ноги, оказалась в больнице, ну и, соответственно, в отношении водителя автомашины было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений в результате ДТП. По итогам работы за 5 месяцев 2016 года органами ГИБДД было выявлено 4600 нарушений, при этом необходимо отметить, что со стороны водителей было выявлено 3229 нарушений и со стороны пешеходов 1258 нарушений. Все мы привыкли ругать водителей, что они нарушают правила дорожного движения, не пропускают пешеходов на зебре и так далее, и так далее. Но, как видно из статистики, треть всех правонарушений допускают пешеходы. Поэтому, конечно, каждому из нас необходимо помнить, что соблюдение правил дорожного движения лежит обязанность не только на водителях автомашин, мотоциклов и так далее, но и также на пешеходах. Пешеход, когда он двигается по проезжей части, является таким же участником дорожного движения и, соответственно, должен соблюдать правила дорожного движения в полном объеме.